МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОШТ ТАВАРУ ЗА КЕЛАГРАМ АЛЬБУ ЛИТР. ТАУШЧЕНЯ ЛЁДУ НА ВАДАЁМАХ РЕГЁОНА 7-12 САНТЫМЕТРАУ. ТІ ВАРТА РЫЗАКАВАЦ ЖИТЁМ ДЕЛЯ УЛОВУ. ЁЛАЧНЫЕ КЕРМАШЫ АТКРЫЮЦА 23-ГА СНЕЖНЯ. КОШТ НАВАГОДНІХ ДРЕВАУ АТ 7 РУБЛЁУ 80 КОПЕЕК. ЁЛКА ЖАДАННІУ ВЫКАНАЕ МАРЫ. СЁНЯ СТАРТАВАЛА ТРАДЫЦЫЙНАЯ ДАБРАЧЫННАЯ АКЦЄЯ. А ЗАРАЗ АБГЭТЫМ І ІНШИМ БОЛЬШ ПАДРАБЯЗНА. НА ЦЕННІКАХ У ПРАДУКТОВЫХ КРАМАХ С ПІРШЕГА СТУДЗЯНІ ЗЯВІЦЯ НОВЫЙ РАДОК. КОШТ ТАВАРУ ЗА КІЛАГРАМ АЛЬБУ ЛІТР. ТАКОЕ НОВЫ УВЯДЕННІ ИНИЦЕАВАЛА МЕНІСТЕРСТВА АНТЫМОНОПОЛЬНАГА РЫГУЛЯВАННІ И ГАНДЛЮ. ДА ПІРШЕГА ЛІПЕНЯ БУДУЦШЕГА ГОДА ГЭТА БУДІТ ТОЛЬКІ РЕКОМЕНДАЦІЯ, А ПОТЫМ СТАНІ АБАВЯЗКОВАЙ НОРМАЙ. ДАДАТКОВАЯ ИНФОРМАЦЯ НА ЦЕНННИКАХ ДАЗВОЛІТЬ АДРАЗУ ОРЕНТАВАЦЯ, ЯКИ ПРАДУКТ АДНОЙ ГРУПЫ КАШТОЙ БОЛЬШ ТАННА. БО ЗАРАЗ НАПРЫКЛАД МАЛАКО ПРАДАЦЦЯ У ТАРЫ ПА ЛИТРУ 950-900 МИЛИЛИЛИТРАУ И ГЭТАК ДАЛЕЙ. ТОЕЖ И С КРУПАМИ. ВЫ ТВОРЦЫ ФАСУЮТЬ ИХ ПО КИЛЛОГРАМУ 900-800 АЛЬБО 700 ГРАМАУ. НОВО ВЯДДЕНЯ ДА ПОМОЖЕ ЭКОНОМИТЬ ГРОШИ БО АДРАЗУ БУДЕВЯ ДОМА КОЛЬКИ НА САМОЙ СПРАВЕ КАШТОЙ ТАВАР. ЧТОЖДА ПРАДУКТА У ВАГАЯКИХ МЕНЬШЬ ЯК 250 ГРАМАУ АЛЬБО МИЛИЛИЛИТРАУ, ОБОВЯЗКОВЫМ ВСТАНЕ УКАЗАНИЕ ИХ ЦЕНЫ ЗА 100 ГРАММАУ ТЕ 100 МИЛИЛИЛИЛИТРАУ. ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОН МОГ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ. МЫ СЕГОДНЯ С ВАМИ ВИДИМ В МАГАЗИНАХ, ЧТО У НАС СТОИТ УПАКОВКА МОЛОКА. МОЛОКА, мы воспринимаем ее зрительно как литр, а на самом деле там 0,93 литра или 0,8 литра. То есть не литр, а 930 мл, или 800 мл, или 860 мл. И, соответственно, цена варьируется, и покупатель чисто, будем говорить, визуально воспринимает, что одно и то же количество молока, как бы, да, но оно стоит разную цену. Но иногда случается так, что покупая за более меньшую цену, мы покупаем меньшее количество продукта. У Гомери почалась реализация пилотного проекта по укоронению электронных рецептов. Як чакается, першые из них поликлиники почнуть выдавать уже у гэтым месяцы. Але ясше увесь перший квартал наступного года будь адведены на корректировку отзначенных заувах. Алик Синцеров потекавился планами и коштам их реализации. На реализацию проекта только Гомельской городской детячей поликлинице выдатковано 37 600 рублей, ясше 1200 рублей. Сюда у якорьки спонсорской допомоги накеровала фармация. На гэтые сродки будь набыто 5000 специальных карток. Частку карток у поликлинице уже отримали. Пакулия не заходится в специальном сейфе. И только як выключение их демонструюць в дымочной группе телерадо-компании Гомель. У принципе ничего секретного тут нема. Уже у гэтом месяца их повинны отримать пациенты установы. Але спочатку ясше необходно усталевать во всех кабинетах специальное программное забеспечение. При этом урач будь не просто заполнять электронные формы рецепта, але и при необходности отримливать консультации. Гэта допоможа позбегнуть помылок и прозначать новые лековые сродки. Иногда лекарственные средства рекомендуют нам специалисты республиканского уровня. И какие-то новые препараты, которые только зарегистрированы на территории Республики Беларусь, но уже опробованы в других государствах, ведущие клиники наши республиканские назначают. Сегодня электронные рецепты у той-ти и иншей ступени иснуют у таких краинах, як Великобритания, США, Дания, Швеция, Финляндия, Австралия. Беларусь в этом сенте не перша проходца, але гэта не значыць, што ніяких пытаннів не узнікнє. Тэш фармацевты, наприклад, пасля сканировання штрих-коду картки отримаюць доступ до электронной формы рецепта, але на коке свободными будуть их дейні при необходности замены леков. Капрачатаго, электронный рецепт не гарантуе, што хворы саправды будзе примать призначанное урачом. Яшчэдно пытання, выписка электронных рецептов пачас наведывання хворох по місце жихарства, не тоя, каб гэта бло складано технічно, але патрабуе додатковых затрат. Должно быць у нас оборудование, то есть либо это планшет, либо любой смартфон, который должна быць интернет-связь, и по интернету тоже можна осуществлять выписку электронного рецепта. Пакуль проект будзе мить статус пилотнага, урачы будзе выписывать рецепты у электронным выглядзі і на паперовых нозбітах. До речи, першые картки с штрих-кодом, по яких можна провести идентификацию пациенту, будзе выдавацца бесплатна. Калі ўсё трымаецца, с красавика наступнага года паперовые рецепты затанутца ў минулым. Олег Сентюров, Валерий Капанько, Далі Радо Кампанія Гомель. На Гомельщине прыщэпку ад грыпу зрабіла маль 577 тысяч чалавек, гэта больш як 40% жихароу регіона. Запланованы пакашчик перавышаны прикладна на 37 тысяч чалавек. У выніку па удзельной вазе насельництва, якое прайшло імунізацію, Гомельщина сяруд лідраў Украине. Што год прыщэпкі ад грыпу ў регіоне робіць каля паўмільйона чалавек. Дякуючы гэтаму апошні 4 гады не адбываецца эпідэмічна хауздыму захворування на грып і вострые рэспіраторные інфекции. Наступная сізонная павышэння захворування медыкі прагназуюць ў другой палове студеня пачатку лютага. Са з'явленнім першага лёду на вадайомы выішлі рыбаки. Аднак занятак гэта даволі рызыковны. Лядовая пакрыцё яшчэ тонкая. На выходных несчасны выпадак зафіксаваны ў Лоэускім районе. 62-гадовы гамельчанін проваліўся пад лёд па час рыбной лоулі. Самастойна выбрацца мужчина не змог. Яго знайшлі рыбаки і выклікалі выратавальнікаў, які і выцігнули тела пенсіаніра з воды. Медыкі, які прыбыли на місце здарення, констатували смерть. До речі за минулі два тэдні 120 шалавек были попереджені об небезпеці, звязані з выходом на лёд. Двоїх рыбако удалося выратаваць. Падатніх обласной організація «Освод» таўшчэня лёду на водоўах зараз складае ад нуля до семи сантыметраў. І толькі на някоторых до дванадцати. Що ўсё ровно з'являється небезпечным. Минимальний допушчальны пакашчик – 20 сантыметраў. Ми настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода на лёд до наступления твёрдого ледового покрытия с устойчивыми зимній погодой. Також, в случае, если человек принял решение выйти на лёд, необходимо, чтобы каждый имел при себе личные спасательные средства. Дзержалта інспекція на хэтым тыдні проводить профилактичную акцію «Життё дорожайшая за шины». Супрацовники Дорожно-патрульной службы активна сочаць за тымі, хто не паспеў з надыходам зімы перабуть сваё ауто. Основная мета профилактичного мероприемства – створыць бяспечны умовы для руху аутотранспорту і звернуць увагу водителям на необходнаць выкарыстанні зімовых шын. По статысцы, 50% ДТЗ ў першые 10 дзён снежнага надвор'я адбываецца мінавіта за невыконання аутоаматорами гэтага правіла. Даречы норма по обовязковому выкарыстанні зімовых шын з першого снежня па першая сакавіка з'явілася ў правілах дорожного руху ў минулым годзе. По словах інспекторів, ёна дозволіла істотно пауплываць на зніження колькості ДТЗ. На територію Гомельскай області за першые дні проведення акцій інспекторы ДАИ выявіли каля 200 водителів, ікі не перабули свае аутомабілі. Хочеться б обратити внимание водителів, що необхідно і в зімніє время іспользувати не тільки зімні шыны, а й всесізонні шыны, а також слідити за тим, щоб протектор шын соответствував підтребуванням правил дорожного движення. І його губіна протектора составляла не мені 4 міліметрів. Ёлочні кермаше відкріються 23-го Снежня. Гандль буде організований на 120 стаціонарних пляцовках у Гомелі, райцентрах і малых городах. А крім'я таго, пройдуть 285 в'язних кермашеў у сільській місцовості. Древы вишенёй до метра будуть каштаваць от 7 рублёв 80 копеек. До 2 метраў обыйдуцца прикладна у 10 рублёв. Цены на більш высокі древы будуть пачынацца от 13 рублёв. Самый вялікі кошт на ёлкі у катках – 22,5 рублі. При гэтым купіць їх можна уже сёння во усіх лязгасах в області, не чыкаючы ёлочных кірмашоў. Бюджэтны вараянт – ёлочныя альбо сосновыя букеты. Каштуе такое ў прыгожвані крыху больш за 2 рублі. Усяголе згасы Гомельскаў в області до новогодніх святаў нарыхтавалі больш як 10,5 тысіч живых ёлок і соснаў. Их нарыхтовка вяласья з улікам патрэб пакупніков і абйому реалізаваных ў минулым годзе древаў. Ёлка жаданні ў выканая мары. Сёня ў Гомелі стартавала традицыйная добрачынная акція. Ёе організаторы – гомельске прадпрымальнікі і студэнты Медыцинскага универсітэта. Збор падарункаў проходзіць ў гандлёвым центры «Сакрыт». Тут ўсталявана ёлка з записками, ў яких деці написалі свае жаданні. Усяголіх каля 150. Запискі належыць выхаванцам дома дзіцяті, абласногай районнага центраў корэкцыйна развіваючага навучанні ў таксама ўсць записки ў патрымку маліньких пацієнтав обласной дзіцячай клинічной больнице, ад яких адмовіліся батьки. Им патрэбны памперсы, шампунь, дзіцячай крем і інші рэчы. Прымеріць на сябі роль ў Деда Мороза і выконаць дзіцячай жаданні можа кожны. Акція протягнецца до початку студеня. Вы заходзіць ў холл, вас встречаўт прекрасна ёлочка, где размещаюцца желані дзіць. Ви можете выбрать любое понравившеся вам желание і оставити подарок для цього ребёнка в администрації торгового центра «Секрет». Для ті, хто не имеет возможности прийти сюди і поучаствувати здесь непосредственно, вони можуть обратитися в администрацію медицинського университету. Ми с радостью расскажем і поможем їм осуществити желані ребёнка. В основному, це требуються памперсы, средства личной гигиені для деток, каторый находіцца на лічіні в абласной больнице. Музыка надзеў гучыць ў Гомілі. Межнародны дзіцячы конкурс, якому сё лето спаўнилася 20 гадоў, праходзіць ў Каледжі Мастацтваў і Мясы Калоўскага. На протягу чатырог дзён юная віртуозы игры на фортапіяна будуть змагацца за звання лепшага. За выніками першага конкурснага дня назірала Ганна Каральчук. Першы фістывалі музыка надзеў прайшоў ў 1996 годзе з мэты патрымкі юных талэнтаў з Чарнобыльскіх рэгіонав. Сёня гэта міжнародны форум, на якім выступіла больш як тысяча маладых талэнтаў з восьмі краін свету. Сё лето конкурс сабраў з выж 60 ўдзельнікаў з Беларусі, Расію, Украіны, Молдовы, Литвы і Ізраэля. Гэта дзеце ўжо лепшы. Кожны прайшоў сурьозны адбор перад паўездкаў Гомель. Я вообще занимацца начала с трёх лец. Начинаўа с малінькой ёлочки, холодна зимаў аднім пальчикам. Я была в праекці «Я паўу». Потом мне сказали, что у меня ест хороший голос. Меня отвели в музыкальну школу. Маў мама хотела мене просто на хоровой отдать, а сказали «нет, у неё хороші пальцы, будзят ходзіць на пианіно». Юныя талінты будзят демонстраваць маэстерства ігры на фортепіано ў троху зроставых групах ад восьми да шаснадцати гадоў. І калі для конкурсантаў гэта шанс для реалізаціў талінту, то для журы махчымаць адкрыць новыя імёны і вызначыць самых таліновітых выканавцав. Дзясяці гадовае Ксения Брыдкевич прыехала за Сіповічаў. Дзяўчынка хвалюецца, ў перапынку паміш праслухованнямі ад працовувае дэтаўи выступлэня. Галоннае для ёе, як і для ўсіх, хто выходзіць на сцэну, велізарнае любоў да музыкі. Я хотіла занимаўца на фортепіано, ну, потому что телевізорі там пальцы быстро идут. Вот. І вдруг смотрят моі родители фільм. І у нас была дудачка, і я просто сыграла в ньё. Родители решили мене дать музыкальну школу. Стараюць іграць каждый дзэнь, што бы харашо сыграць, уверенна. У конкурснае дні ладзецца концерты выдатных музыкантаў Беларусі, близкага і далёкага замежа, і майстар-класы ад членов журы. Конкурс працягнецца да 9-го Снежня. Перамошцца отрымаўт дыпломы і прэймі. А крамя таго, лауреаты ўчакаюць стэпенды і спецаўнага фонду президента па патрымцца таліновітай молодзі. Особливый подарунок подрэхтованы спецаўна да ўбілею конкурсу. Спецаўн фонд президента па паддзэшкі талантливый молодзёжі выделил срезца для приобретения рояля. Сеодні мы на сцене можем видзіць, как наши дзэти будзут паказываю своі конкурсные программы на японском рояле Ямаха. Это, конечна, для них огромный подарок. Ну і подарок, конечна, для нас, для слушателей. Ганна Коральчук, Валерай Гапанько, Игор Марыщенко, телерадоакампанія Гомель. Тым часам дзэтям об инклюзівной адукации рассказалі з допамогаў спектакля. До сусветнага дня інвалідаў ў Гомелі прамірковалі прэм'єру постановкі падназвай «Ён не такі, як усі». Можут, ў нього со временем і шубка, і дзіточки будз? Как думаешь, ён? Не знаю, милая, не знаю. Мерапраўамство організовано припатрымце обласного центра корэкцидно развіваючого навучання і реабілітації. Юны артысты ўвасобілі кранальну гісторію ваверчаняці, якуе нарадзілася асаблівым. Як аднясуцца да ёго навакольны. Вядома, што поспіх шмат учым залежыць адставліні аднакласнікаў да школьніка інваліда. Гэта свой асаблівы ўрок добрыні і разуміння. Эта ідея возникла очінь давно. Когда-то лет 15 назад мы беседували с директором гукольного театра і говорили о том, што необхадзіма саздаваць сказкі для дітей, што бы они поняли праблімы дітей с осібностям психофізічского развіця. І он сказав, што нада чрез образы жывотных. Гэта, а так сама інші новіны вы можцці знаўсці на нашым сайці ў інтернеці. Па адресі www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершен. У студы працавала Наталі Ігнатянка. Усяго вам самага добрага і до новых сустречу ефіры.